господи слава тебе хвала тебе честь и поклонение славы и благодарения во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй о здравствуйте благослови на тебя уповая душа моя и помилуй меня богородица дева радуйся брата на марию господь с тобою благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего якородила иси христа спаса избавителя душам нашим достойно есть а кого истину блажите а богородицу присноблаженная при непорочии матерь бога нашего счастнейшую херувим и славнейшую воистину серафим без истления бога слова розжишу и сущую богородицу тебя величаем слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови евангелие от матфея 25 глава тогда подобно будет царство небесно десяти девам который взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и пять неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собой масло мудры же вместе со светильниками своими взяли масло сосудах своих и как жених замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик вот жених идет выходите навстречу ему тогда встали все девы те и поправили светильники свои неразумно же сказали мудрым дайте нам вашего масла потому что светильники наши гаснут а мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у вас и у нас пойдите лучших продающим и купите себе когда же пошли они покупать пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились после приходят прочие девы и говорят господи господи отвори нам он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в которой приедет человеческий ибо он поступит как человек который отправляясь чужую страну призвал рабов своих и поручил им имение свое и одному дал он пять талантов другому дал два иному один каждому по его стиле и тот сейчас отправился получивший пять талантов пошел употребил их в дело и приобрел другие пять талантов точно так же и получивший два таланта приобрел другие два получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета и подойдя получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит господин пять талантов ты дал мне вот другие пять талантов я приобрел на них благослови господи этих детей умудри их садела их твоими благовестниками проповедниками и дару им здравия доброго господин его сказал ему хорошо добрый верный раб в малом ты был верен над многим тебя поставлю в иди в радость господина своего подошел также получивший два таланта и сказал господин два таланта ты дал мне вот другие два таланта я приобрел на них господин его сказал ему хорошо добрый верный раб в малом ты был верен над многим тебя поставлю пойди вводи в радость господина твоего подошел и получивший один талант и сказал господин я знал тебя что ты человек жестокий жнешь где не сел и собираешь где не рассыпал и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле вот тебе твое господин же его сказал ему в ответ лукавый раб и ленивый ты знал что я жну где не сел и собираю где не рассыпал посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим и я придя получил бы его мое с прибылью итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов ибо всякому имеющим удастся и приумножится а у не имеющего отнимется и то что имеет а негодного раба выброси во тьму внешнюю там будет плащ искрежет зубов сказав сие и иисус возгласил кто имеет уши слышать да слышит когда же при и сын человеческий во славе своей все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все народы и отделит одних от других как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую тогда скажет царь тем который по правую сторону ему придите благословенный отца моего наследуйте царство готовное вам от создания мира и балкал я и вы дали мне есть жаждал и вы напоили меня был странником и вы приняли меня был наг и вы одели меня был болен и вы посетили меня и в темнице был и вы пришли ко мне тогда праведники скажет ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили когда мы видели тебя странником и приняли или нагим и одели когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе и царь скажет им в ответ истинно говорю вам так как вы сделали сие это одному из сих братьев моих меньших то сделали мне тогда скажет и тем которая по левой сторону и дети от меня проклятые в огонь вечный уготованы дьяволу и ангелом его ибо алкал я вы не дали мне есть жаждал и вы не напоили меня был странником и не приняли меня был наг и не одели меня болен и в темнице и не посетили меня тогда я не скажут ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником или нагим или больным или темницы не послужили тебе тогда скажет им в ответ истинно говорю вам так как вы не сделали этого одного из всех меньших то не сделали мне и пойдут все и в муху вечную а праведники в жизнь вечную аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебя наш господь великой тебя благодарность за милости твои и за сей день которого никогда еще не было во вселенной и мы не знаем что ожидает нас но мы еще все принимать с благодарностью боже будь милостив ко мне грешному создавший меня господь помилуй меня бесчисло если грешил господи прости меня грешного и помилуй слава тебе боже наш слава тебе псалом тридцатый начальнику хора псалом давида на тебя господи уповая да не постыжусь вовек по правде твоей избавь меня преклони ко мне ухо твое поспеши избавить меня будь мне каменную твердынию домом прибежища чтобы спасти меня ибо ты каменная гора моя и ограда моя ради имени твоего води меня и управляй мною выведи меня из сети которые тайна поставили мне ибо ты крепость моя твою руку придают дух мой ты избавлял меня господи божией истины ненавижу почитателей суетных идолов но на господа уповаю буду радоваться веселиться о милости твоей потому что ты призрел на бедствие мое узнал горе с души моей и не предал меня в руки врага поставил ноги мы на пространном месте помилуй меня господи бы тесно мне иссохла от горести око мое душа моя и утроба моя истощилась в печали жизнь моя или там истинаниях изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои сохли от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих видящие меня на улице бегут от меня я забыт в сердцах как мертвый я как сосуд разбитый и послышу заречье многих отовсюду ужас когда они сговариваются против меня умышлять и стороны душу мою а я на тебя господи уповаю я говорю ты мой бог в твоей руке дни мои избавь меня от руки врагов моих и отгонители моих и ви светлое лицо рабу твоему спаси меня милостью твоею господи да не постыжусь что я к тебе взываю не счастливые же до пострами сада умолкнут в аде они имеют устал живые которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением как много у тебя благ которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед ценами человеческими ты укрываешь их под кром лица твоего от межежелинских скрываешь их под сенью от привлекания языков благословен господь что явил мне дивную милость свою укрепленном городе в смятении моем я думал отвержение от очей твоих но ты услышал голос молитвы моей когда я возвал к тебе любите господа все праведно его господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком мужайтесь и до укрепляется сердце ваше все надеющиеся на господа аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе счастье поклонения слава и благодарение во веки веков аминь спаси нас господи и помилуй по множеству милости твоей и по множеству щедрот твоих спаси и помилуй ты позволил нам господи опуститься в эту тьму где сплошное прелюбодеяние злословие чтобы падшим людям возвестить о любви твоей пошли добрых свидетелей миссионеров христианам язычникам и иудеям мусульманам их буддистам возвестить о любви твоей дивной что умер за грехи людей господи слава тебе благодарим тебя господи за великие и неизреченные милости твои аллилуйя проси нас господи и помилуй господи иисусе христе сыне божий помилуй нас господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного слава тебе наш бог и его во ваще свят 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 господь саваох вся земля полна слава его аллилуйя слава вышли богу на земле мир в человеках благоволение аллилуйя спаси нас господи и помилуй добрый ангел-хранитель сопутствуй нам и защити от всего что враг козни стоит и на врагов пролей милость твою не дай им погибнуть в ожесточении сердца и в судный день не поменим безумие их но обрати их на покаяние выведи в свет дабы они могли покаяться выйдя из этой тьмы хвала тебе счастье поклонения слава и благодарения аллилуйя веру его единого бога отца вседержителя творца неба и земли видим уже всем и невидимым и во единого господа иисуса христа сына божий единородного и же от отца рожденного прежде всех век света от света бога истина от бога истина рожденно несотворенно единосущно отцу им же вся быша нас ради человека нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося у духа святой марии девы его человечеса распятого же зоны при понтистем пилате и страдавшие погребенно и воскресшего третий день по писаниям и вошедшего на небеса и сидящего десну и отца и паки грядущего со славы и судить их живым и мертвым его же царствие не будет конца и духа святаго господа истинного животворящего и же от отца исходящего и же со отцем и сыном споклоняем и славим и глаголовшего пророки во единую святую соборную и апостольскую церковь исповедую едино крещение восставление грехов чаю воскресения мертвым и жизни будущего века аминь слава тебе боже наш слава тебе прости нас господи помилуй и благослови на тебя бы уповая душа моя хвала тебе наш господь что враг сделал раздетая валяются люди никому не нужны а каждое тело это храм божий и человек с таким пренебрежением относится к нему отравляя его дымом наркотиками пьянством на показ выставляет голое тело которое господь прикрыл помилуй нас владыка помилуй возри на этот садом и гоморру господи и найди новые души не знающие тебя аллилуйя ибо наступил великий пост и считается канон андрея критского покаянный четыре дня помилуй меня боже помилуй меня как далеко уходит человек и господь ждет его покаяния обращение найди это новая души погрязший в этой тьме в этом заблуждении прелюбодействие бесстыдстве сквернословие будь милостью к нам господи ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного да вы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе прости нас господи и помилуй прости благослови уповаем на милость твою христе боже наш на твое великое долготерпение прости и благослови нас и труд наш сделай полезным и безопасным аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе милости твоя полна земля ты дивно вели господь христос пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззакония наши святые посети и исцели немощи наше имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи благослови благодарим тебя господа дивные милости твои хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение воспламененные сердца похоже обличи наставь приведи к покаянию слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение аллилуйя боже будь милостив ко мне грешному создавший меня господь помилуй меня обеще слава согрешил господи прости меня грешного и помилуй слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель господь и бог наш найди господи тех которые не знают себя привлеки их любовью твою откроем истину твою христе боже наш что это умер за каждого из нас и взял грех мира на себя дабы веруя в тебя мы имели жизнь вечную кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет слава тебе боже наш слава тебе пощади наследие твое господи и это место осияй светом любви твоей сколько здесь зла греха прелюбодейства развращенные люди тела свои выставляют как на продажу показывают свои тайные органы они совсем не знают тебя господи помилуй обрати их пошли добрый благовестников достучись до этих сердец не знающих тебя стоящих как на страже ждущих с кем можно совершить грех аллилуйя господи боже наш слава тебе прости нас господи и помилуй прости и благослови слава тебе боже наш слава тебе слава и благодарение во веки веков аминь прости нас господи и помилуй найди эти души господи откроем истину твою не дай погибнуть увлеченными потоком лжи прелюбодейства и всяческого злодейства освети их светом евангелия откроем истину твою которые никогда не знали о тебе господи истинной твоей осияй этот мрак души это дьявольское заблуждение что человек живет для себя а нужно жить для тебя господи прославляя твое святое имя аллилуйя только ты господи можешь коснуться сердец этих людей не знающих тебя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе господи и счастье поклонение слава и благодарение господи владыка живота моего дух праздностью ныне любоначаля празднословий не дашьми сребролюбие душа соломудрия смиренно мудрия терпение любви даруй мне рабу твоему ей господи царю даруй мне зреть и мое прегрешение и не осуждать и брата моего яко благословен яси во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови помилуй господи и спаси господи найти те души которым открыл ты уши чтобы они могли слушать слово евангелие жаждали этого пошли жажду слышания слов твоих и в это время близко когда юноши будут истаивать от жажды слышания слов твоих просвети господи милости твоей этих людей не знающих тебя находящихся во тьме аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе прости нас господи и помилуй прости и сохрани господи 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 как человек не знающий тебя увлечен этой жизнью ты сам сказал не любите мира не того что в мире прелюбодеясь и прелюбодеяйцы не знаете ли что с дружба с миром есть вражда против бога аллилуйя а аллилуйя